от братьев, о вашей общине, за то, что вы здесь живете, существуете, то, что проповедуете Слово Божие. Поэтому вам огромный привет и благодарность за то, что вы своей жизнью свидетельствуете о том, что вы являетесь настоящими последователями Иисуса Христа. О чем мне бы хотелось сегодня с вами поговорить? Конечно же, о следопытах, потому что следопыты – это важные люди в нашей Церкви. Почему мне хочется сказать «люди»? Потому что это не просто дети, это не просто подростки. Они занимают особую, определенную роль в жизни каждой Церкви. Если хочешь звезды посчитать, и в палатках любишь ночью спать, и костри мечтаешь разжигать, и узлы умеешь ты вязать. Если хочешь очень много знать, книгу книг с усердием читать, ближнему с любовью помогать, нужно следопытом стать. Итак, мы сегодня будем говорить о следопытах. Можно презентацию, да? Мы будем сегодня говорить о следопытах. Почему они важны в жизни Церкви? Несмотря на то, что клуб следопыт, он рассчитан в основном на детей, одна из его основных целей состоит в том, чтобы сблизить родителей и других членов Церкви в ходе их активного участия в клубе. То есть, понимаете, нам не важно, чтобы… Ну, да, вот там есть следопытский отдел, есть группа ребят, у них есть собственный класс. Но родители и члены Церкви должны принимать активное участие в жизни этого клуба. И здесь исчезает так называемая проблема отцов и детей, поскольку молодежь и старшее поколение, они могут разделить служение вместе с детьми, они вместе с ними могут служить, они вместе с ними могут работать, играть, изучать новые знания. Когда руководители и наставники объединяются с подростками, чтобы поделиться с ними жизненным опытом, вселить в них уверенность и сотрудничать с ними, тогда между взрослыми и подростками формируются особые отношения, которые эти подростки пронесут через всю свою жизнь. В основе и концепции следопытского движения лежит идея о том, что дети могут быстрее учиться тому, что они видят от взрослых. И я думаю, что каждый из вас согласится, что дети учатся и становятся такими, потому что видят то, как поступаем мы с вами, взрослые, родители и вообще взрослые. Когда дети видят духовные, социальные ценности наставников, родителей, у них появляется желание обладать такими же высокими моральными принципами. Они учатся проявлять любовь и заботу, и даже решимость совершенствоваться во всех своих начинаниях. Хочешь ли ты стать следопытом? Чтобы стать следопытом, нужно иметь самое главное – возраст 10 лет. Теперь выучить наизусть обещания и закон следопытов и посещать занятия следопытов минимум полтора-два месяца. И тогда уже мы имеем право подростку повязать на шею желтый галстук. Но каждый из нас, из взрослых, мы должны помогать. Помогать им расти духовно. Задача клуба – помочь молодым людям понять, что Бог и церковь любят их и заботятся о них. Поощрять следопытов на пути открытия Богом данного потенциала. Мы должны вдохновить их жить жизнью в служении Господу. И не кто-то другой. Но мы с вами, в общем, как церковь. Мы должны привить следопытов здравое отношение к Божьему творению через различные мероприятия на природе. Когда мы выходим на природу, как мы должны заботиться о всем живом, что Бог сотворил. Научить следопытов различным знаниям, умениям, навыкам. Взять в руки молоток, ножовку, как правильно приготовить то или иное блюдо. Мы должны с ними делиться этими знаниями. Мы должны поощрять следопытов следить за своим физическим здоровьем, потому что это одна из ценностей наших проповедей, которые мы сегодня говорим окружающим людям. Предоставить возможности для следопытов развития лидерских навыков. И содействовать гармоничному, физическому, социальному, интеллектуальному и духовному развитию каждого следопыта. Это все возложено сегодня на нас, как на взрослых. Для такого времени мне хочется сейчас с вами вспомнить одну историю, которая произошла 15 января 2009 года. Что тогда произошло? Это событие произошло в Соединенных Штатах Америки в городе Нью-Йорке. Самолет рейд сам 1549 вылетел из аэропорта в Нью-Йорке. Вдруг после нескольких минут полета, произошло это в 15 часов 24 минуты, почти сразу случилось чрезвычайное происшествие. Как правило, вы знаете, во всех аэропортах существует система отпугивания птиц. Это необходимо для предотвращения столкновения птиц с самолетом. Точнее, когда птицы попадают в двигатель самолета. Это представляет серьезную опасность для полета. Но в этот день на пути аэробуса А-320 оказалась не просто одна шальная птица, а целая стая гусей. Встреча произошла всего лишь через 90 секунд после вылета самолета. Прошло всего лишь полторы минуты, как самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы. И уклониться от них самолет не смог. И через мгновение раздались глухие удары, которые слышали все пассажиры в самолете. Для современных лайнеров выход одного из двигателей не является фатальным. И самолет может даже долететь до своего пункта назначения. Или вернуться назад в аэропорт, из которого вылетел. Но в этот день гуси попали в оба двигателя самолета, которые вышли из строя. Пассажиры услышали громкий хлопок и почувствовали запах дыма. Некоторым через стекла иллюминаторов даже были видны огонь и дым. Пилоты понимали, что до аэропорта они могут не дотянуть. В воздухе им оставалось находиться считанные секунды. И так, развернув лайнер на юг, они решили пойти в один из аэропортов. В Нью-Йорке несколько аэропортов. И когда пилот самолета начал связываться с диспетчерской службой, то диспетчер предложил вначале ему один аэропорт, потом говорит, что нет, там есть сложность, вы можете в другой аэропорт. Но им всего лишь нужно было долететь 10-11 километров. Но когда произошла эта нештатная ситуация, то пилот принял беспрецедентное решение. В этот момент он летел уже над рекой Гудзон. И он уже было начал делать разворот на один из аэропортов. Но пилот Челси Селленберг принял решение сажать самолет на воду. И это очень опасное решение. Потому что в истории пассажирской авиации было всего лишь три удачных случая, когда самолет сел на воду. Первая ситуация эта произошла у нас в советское время. Тогда в городе Ленинград наши пилоты посадили самолет на реку Нева. И практически жертв не было, были, ну смертей не было, были небольшие ушибы у людей, но все члены экипажа и пассажиры были живы. Еще один случай был, когда самолет приземлился на воду, и было всего лишь два человека умерло. И третий случай, это в Нью-Йорке 2009 года. Растерянные и толком не понимающие пассажиры услышали громкий голос по связи командира. «Приготовьтесь к удару, мы садимся на воду». 2009 год. Вы представляете, город Нью-Йорк, летит самолет, у которого горят оба двигателя. На ближайших улицах люди испытали не меньший шок, потому что 2001 года все помнили катастрофу 11 сентября. Аэробус А-320 коснулся поверхности воды. Он поднял кучу брызг, которые скрыли его на несколько секунд, и со стороны казалось, что самолет разрушился или ушел на дно. Но затем все увидели, что лайнер остается на поверхности. Экипаж сумел предотвратить катастрофу. Но это еще не было спасением. Самолет не мог долго держаться на воде. На борту были спасательные жилеты. Но прыгать в воду было нельзя, потому что на дворе было какое число? 15 января. И на улице была температура в районе 8 градусов мороза. Хотя был ясный солнечный день, как сегодня. Купание в Гудзоне грозило людям повторением судьбы пассажиров Титаника, многие из которых не утонули тогда, а умерли просто-напросто от переохлаждения в ледяной воде. Итак, А-320-й постепенно погружался в воду. Его пассажиры выбрались на плоскости крыльев и крышу. И в это время полицейские, береговая охрана, спасатели и просто неравнодушные люди, располагавшиеся, у которых были плавсредства, они устремились к самолету, чтобы оказать помощь терпящим бедствиям. И знаете, может быть это было стечение обстоятельств. Бог руководил. Так получилось. Самолет приводнился в том самом месте у реки Гудзон, где проходила паромная переправа. И как раз в то самое время несколько паромов плыли от одного берега к другому. Им буквально прошло... Снят фильм в прошлом году вышел, он так и называется, «Чудо на Гудзоне». И у них было всего лишь... Вот самолет опустился на воду, и первые спасательные суда, которые подспели самолету, прошло буквально полторы-две минуты. Некоторые из людей, которые были на борту этого самолета, даже не замочили своих ног. Эвакуацию удалось провести оперативно. Челси Селленберг, как и положено командиру судна, покидал его последним, обойдя весь салон и убедившись, что на борту никого не осталось. В результате чрезвычайного происшествия пострадало 83 человека. Это были небольшие ссадины, удары, ушибы, синяки. Кто-то получил небольшое переохлаждение, но все 150 пассажиров и 50 членов команды остались живы. Такой исход данной ситуации с полным основанием позволит назвать эту ситуацию чудом на Гудзоне. Что произошло там тогда? Вы знаете, средства массовой информации взорвались в тот день. И по всему миру только и говорили о том, насколько героем оказался этот человек. Но буквально на следующий день собрались представители компании, в которой работал этот командир судна. А его стаж насчитывал 40 лет полетов. Из них 8 лет он был военным летчиком и 32 года он проработал в одной и том же компании. Но приехали представители, которые стали выяснять ситуацию. И сказали, что он мог дотянуть до аэропорта и спасти сам самолет, который стоит несколько миллионов долларов. И началось серьезное расследование. По тому, почему он принял подобное решение. Потому что, я еще оговорюсь, лишь три случая удачных, когда самолет сел на воду и пассажиры остались живы. То есть он реально рисковал каждым человеком на борту самолета, когда садился на воду. Но спасение произошло. Люди остались живы. Мы сегодня живем в такое же время, как, знаете, мир. Мир сегодня находится у края катастрофы. Мы сегодня все с вами находимся на борту самолета, который называется «Земля». И мы терпим крушение. Но я хочу сказать вам радостную новость, что командир нашего судна – это Христос, который готов спасти абсолютно каждого. И знаете, в фильме было очень интересно еще показано, что когда люди выходили на крылья этого самолета, чтобы ожидать момента, когда их спасут. Но у некоторых людей в глазах был ужас и страх. И когда они находились посередине реки, но их глаза видели берег, то некоторые из людей устремились доплыть до этого берега. Но оказавшись в ледяной воде, проплыв несколько метров, они понимали, что они не доплывут. И этих людей нужно было вытащить из воды. И Иисус сегодня ждет, что каждый из нас может стать тем помощником, который будет вытаскивать этих людей, оказавшихся в воде. Бог призывает нас. Во 2 Петра мы читаем, 2 Петра 3, 10. «И все же придет день Господень, когда никто не будет ждать Его, тогда с шумом великим обрушатся и исчезнут небеса, распадутся раскаленные стихи, и вся земля с делами людскими будет предана суду». Это новый перевод Библии. «Мир движется к катастрофе». Другими словами, пришествие его будет столь же неожиданным и столь же катастрофическим, потому что ничего не предотвращало катастрофы на борту того самолета. И нашлись люди, которые стали обвинять пилота самолета. Сегодня, по-моему, все точно так же. И знаете, расследование очень интересно складывалось, когда создали целую комиссию расследования этой ситуации, то сказали, что прошло несколько имитирований этой ситуации на пилоте, на тренажере, и в оба аэропорта самолет долетел удачно. Но пилот попросил присутствовать на рассмотрении всего этого дела. И когда он посмотрел одну имитацию и другую, он задал вопрос. «Через полторы секунды, как произошла катастрофа на имитации, почему пилоты сразу поворачивают на аэропорт? У нас было еще в районе 30 секунд на принятие решений и человеческий фактор. И когда он задал этот вопрос и прогнали по новой, то ни один из этапов следующих, когда проходили пилоты имитацию, не дошел до цели, они потерпели крушение. Это было единственное правильное решение. Сегодня мир катится к той же гибели. Земля и все дела на ней сгорят. Но где окажемся сегодня мы с вами? Бог хочет, чтобы мы не просто оказались спасенными, но Бог призывает нас сегодня к тому, чтобы мы могли кинуть спасательный жилет тому человеку, который гибнет в этой ледяной воде. Бог много говорил о событиях последнего времени. Давайте вспомним с вами Матфея 24 главу. Иисус общается со своими учениками. И ученики задают очень интересный вопрос Иисусу. Матфея 24 глава и 3 текст. «Когда же сидел Иисус на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». И Христос начинает перечислять признаки Его пришествия. Один из признаков, когда Христос говорит, что появятся лжи Христы, которые будут говорить, «Я Спаситель». И сегодня мы видим, как множество людей во всем мире говорит, «Я дам вам спасение». Христос также сказал о военных слухах и о войнах. И мы сегодня видим, как мир сегодня живет на пороге Третьей мировой войны. Еще Он сказал о третьем признаке – голод и землетрясение. и мы видим, что земля действительно сегодня она не справляется уже с тем, что человек творит на этой земле. Ценами, наводнения, землетрясения. Сколько стран сегодня голодают, потому что не имеют возможности купить себе куска хлеба. Четвертый признак – это гонение на христиан. Пятое – появление лжепророков и охладение веры во многих людях. Шестой признак – умножение беззакония и охлаждение любви между людьми. Мы это тоже наблюдаем. Седьмой, самый последний признак, который описан в этой главе, что благая весть будет проповедана по всей земле. Да, еще остаются уголки, где проповеди Евангелия пока невозможны, и она запрещена даже под страхом смертной казни. Но все остальные признаки ярко свидетельствуют нам о том, что пришествие Христа уже близко. Бог призывает тебя. Бог призывает поколения молодых людей для того, чтобы мы могли помочь ему в спасении погибающего мира. Нужны следопыты, которые будут отличаться от окружающих людей и говорить четко, как царица Есфи. Мне бы хотелось вспомнить эту историю. Да, мы помним эту историю, я немножко расскажу о ней. Была скромная девушка, которая оказалась в царских чертогах. Она оказалась царицей. И эта девушка была из израильского народа. Она была очень красива. Поэтому ее и призвали во дворец. Но вышла такая ситуация, что при дворе царском был такой правитель тоже, как Аман. Так вот, он решил, что он уничтожит иудейский народ. Тот народ, представителем которого была Есфирь. У Есфири был человек, который ее вырастил. Звали ее Мардахей. И придя к царскому дворцу, Мардахей, мы читаем, мы откроем Библию, можем прочитать этот отрывочек небольшой. Он очень важный для нас. Книга Есфирь. Четвертая глава с тринадцатого текста. Четвертая глава с тринадцатого текста. Мардахей передал царице Есфирь определенное послание. И сказал Мардахей в ответ Есфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. И говорит ей, если ты промолчишь и ничего не скажешь царю в защиту своего народа, то избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Но он останавливает свою мысль и говорит дальше. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Может быть, именно для этого ты и стала царицей сегодня, чтобы спасти свой народ. Вы знаете, в то время было не так, как сегодня. Если сегодня супруга хочет увидеть своего мужа и спросить у него тот или иной вопрос, она стучится спокойно в дверь и заходит и обсуждает с ним тот или иной вопрос. Но тогда было не совсем так. А тем более в царском дворе. Царица не могла просто так прийти к царю и сказать, ну вот знаешь, есть одна проблема, ее надо решить. Мало того, она знала, как она попала туда. Как Есфирь оказалась в царском доме и царицей. Произошла одна интересная ситуация перед этим. Оказывается, у царя до Есфири была уже царица. Но она тоже провела себя не совсем правильно. Непослушная была, да. И поэтому царь избрал себе другую царицу. И она понимала, что если она придет к своему царю без приглашения, она может лишиться всех своих привилегий. И тогда Есфирь отвечает Мардахею, пойди и собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня. Не ешьте, не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду так же поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну. Но мы знаем другой исход. Бог дал ей мудрости, как правильно поступить. И в итоге иудейский народ был спасен. Но эта девушка, скромная, красивая девушка, сделала все со своей стороны, чтобы спасти свой народ. Мардахей верил, что Бог может послать евреям помощь с любой другой стороны. Но Он сказал, что именно Есфири суждено стать той фигурой, через которую они могли бы получить это освобождение. И так оно и произошло. Знаете, Бог сегодня обращается к нам с вами. Он хочет, чтобы мы были совсем иными людьми. Бог хочет, чтобы мы сегодня с вами, что? Выделялись из того общества, в котором живем. Есфирь была женщина, которая выделялась. И не только своей красотой. Бог хочет, чтобы мы сегодня выделялись из того общества, в котором живем. На картине вы видите драгоценный камень. Что это за камень? Бриллиант. Прежде чем получается бриллиант, вначале в земле находят что? Алмаз, который не очень привлекателен. Но чтобы алмаз засиял, его шлифуют, отделяют одну грань за другой. Это долгий процесс. Но когда бриллиант выкладывают, чтобы люди могли на него посмотреть, его не выкладывают на белую бумагу. И всегда выкладывают на черную ткань, на бархат. И тогда, когда лучи света попадают на этот камень, он невообразимо начинает сиять. Лишь только, когда лучи света попадают на его грани, мы видим блеск от этого камня. Но если вы поместите его на белый фон, вы не увидите красоты этого камня. Мы сегодня находимся в мире, который погряз во грехах. И мы сегодня должны засиять, как этот бриллиант. Но засиять мы можем лишь только в одном случае. Если на нас будет падать свет, от кого? От Христа. Мы с вами можем засиять, как бриллианты. Позвольте, чтобы свет Иисуса засиял на ваших гранях. Иисус очень интересные слова говорит каждому из нас. Обращался он к ученикам. Евангелие от Матфея, 5 глава. И мы с вами прочитаем несколько текстов. Матфея 5, 13 и 14. Он говорит, «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не гадна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Мы соль земли. Соль предотвращают продукты от порчи. Мы сегодня, как соль, должны в этом мире предотвращать его от разрушения, от порчи». Дальше он продолжает мысль и говорит, «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы и зажигши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». И продолжает мысль, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и тем самым прославляли Отца вашего Небесного». Если свеча стоит просто в доме, она не выполняет свои функции, пока к ней не поднесут огонь. Бог хочет, чтобы огонь, Дух Святой мог загореться на ваших сердцах, чтобы вы могли светить в этом мире, чтобы вы могли в этом мире засвидетельствовать, что вы особые люди, те люди, которые любят Иисуса. Делами мы не оправдываемся. Мы никогда не сможем оправдаться делами в глазах Бога, но мы всегда оправдываемся делами в глазах людей. Вот почему Иисус сказал, «Пусть и свет ваш людям светит, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Есть еще один замечательный текст, который мне очень нравится, и мне хочется, чтобы мы с вами его прочитали. Записан он в Евангелии от Иоанна, 13 глава и стих 35. Точнее, давайте прочитаем с 34 текста. Иисус говорит, «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Для чего? «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Итак, Иисус говорит, «Выделяйтесь в этом мире, светите в этом мире, чтобы через вас было видно, что Бог, Спаситель всего этого мира, желает спасти каждого». Иисус говорит, «Если вы не можете красиво говорить, то станьте солью». Живите такой жизнью, чтобы люди, видя вашу жизнь, могли сказать, «А он особенный человек». Если Бог наградил вас особыми дарами и талантами, и Его свет, Его огонь может зажечь вашу свечу настолько, что вы не сможете молчать, говорите людям о спасении. Бог говорит, «Покажите любовь между собою такую, чтобы когда люди, увидев вас, могли сказать, «А это ученики Христа». Бог призывает нас менять свою жизнь. Как мы можем послужить Богу? Каждый год проходит Международный день молодежи, и следопыты принимают в нем участие. Но перед днем молодежи всегда идет молодежная неделя служения, когда молодые люди служат в тех местах, где они живут, людям, обществу. Они совершают различные служения. И мне бы хотелось сейчас показать вам один ролик о том служении, которое молодежь совершала в 17-м году в неделю молодежного служения. Ежедневно тысячи людей попадают в сложные ситуации, когда жизненно необходима донорская кровь. Понимая эту нужду, молодежь на Кавказе решила принять участие в этом благородном деле – донорстве. Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь, Пятигорск – в этих городах молодежь жертвовала свою кровь, чтобы кто-то продолжил жить. Некоторые семьи получили адресную помощь. В Ростове одинокой матери вручили необходимое для лечения ребенка-инвалида лекарство и теплые вещи. А в станице Полтавской оказали помощь одинокой женщине с пятью детьми. Теперь это семья с водопроводом и чистым двором. Мы любим служить и делаем это весело и с удовольствием. Даже уборка мусора приносит огромное удовольствие. Так приятно осознавать, что города на Кавказе становятся чище, потому что у нас не безразличная молодежь. Даже наши друзья неадвентисты с удовольствием принимают участие в этом деле. И уже не только мы, но и они становятся живой проповедью Иисуса Христа. Администрация города Ростова даже отметила данное событие на городском сайте. А в Есентуках жители улицы, где расположен дом молитвы, порадовались чистоте. Тем более, что все это благодаря подросткам, следопытам. В нашем мире так много одиноких людей, особенно пожилых. И порой им просто хочется поговорить. Нельзя лишать их этого. В Краснодаре и Владикавказе молодежь увидела эту нужду и приняла вызов. Были организованы концерты и выступления. Ребята пели, общались и поддерживали. А люди получили массу позитивных эмоций, подарков и, что самое главное, услышали слова надежды. Краснодарская молодежь увидела нужду бездомных людей и организовала горячие обеды для бедолагов. Десятки людей ощущают прикосновение любви Христовой. Трое бездомных уже возвращаются к нормальной жизни и даже регулярно посещают богослужения. Да, мы вам спасибо, что люди помогают, бедолагам, они бедные, они сейчас спят на трубах, все голодные, грязные. Особенно вдохновляет история Александра из Мордовии. Он приехал отдыхать на Черноморское побережье, но попал в беду. Его сбила машина, у него украли документы, телефоны, деньги. Он отчаялся и стал бродяжничать. Но его нашли, поддержали и помогли. Теперь он член церкви и сам активно помогает бездомным начать все сначала. Молодое поколение отличается не только энергией, но и творческим подходом к служению. Организованы молодежные клубы и специальные площадки, куда приходят наши друзья для того, чтобы пообщаться за чашкой чая, обсудить актуальную тему и просто пообщаться. А в Железноводске, Ростове, Таганроге и Ставрополе можно даже поиграть в настольные игры. Это прекрасная возможность вырвать наших сверстников из социальных сетей и сомнительных удовольствий, разрушающих нравственность и здоровье. По всему Кавказу молодежь служит, помогая в проведении евангельских программ. Мы поем, готовим залы для гостей, проводим конкурсы, следим за работой аппаратуры. Все потому, что мы любим Бога и людей. Мы проповедь и живое послание любящего Бога. Молодежь готова сегодня служить. Они готовы сегодня себя предоставить как орудие в Божьих руках для проповеди сегодняшней вести. Не стоит выделяться благодаря собственным усилиям. В Ефесянам 2.10 написано, что мы Божьи творения созданы для чего? На добрые дела. И этим мы сегодня можем служить. Этим мы можем показать, насколько мы людям Господа. И наши дети очень часто это показывают. Становясь следопытами, они активно совершают свое служение. Может быть, небольшое, но они делают этот мир лучше. Они делают его чище и в буквальном смысле, и в переносном. Они готовы сегодня служить для Господа. Говорите. Бог призывает следопытов не только выделяться, но и говорить. Говорить о вести. Давайте прочитаем Деяние 4.18. И призвав апостолов, приказали им отнюдь не говорить и не учить от имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что мы видели и что слышали. Переживая опыт общения с Иисусом, мы уже не можем молчать. Мы не можем не говорить. Мы призваны нести свет миру. Елена Уайт выразила эту мысль следующими словами. Особой миссией адвентистов седьмого дня является нести свет миру и стоять на страже истины. Им было вверено последнее предостережение к погибающему миру. Слово Божье освещает адвентистам своим чудесным светом. Господь поручил им самую почетную миссию возвестить миру вести первого, второго и третьего ангелов. И нет более важной работы, чем это. Адвентисты не вправе занимать свое внимание чем-то либо другим. Бог призвал нас к этой миссии. Хочу вам еще один пример привести. как укротить льва. Вы видели когда-нибудь как укращают льва? Точнее вот у укротителя всегда в руках есть два предмета. Какие? Кнут и есть еще нечто. Вот. Ну я возьму такой покажу. Есть тубарет, но знайте что кнут что кнут это всего лишь иллюзия для нас с вами. Львы не боятся этого инструмента, потому что и ударить льва кнутом бесполезно. Но для чего нужен вот этот инструмент? Отвлекает правильно. Но на что похожи эти три ножки, когда их ставят между львом и человеком на открытую пасть. И лев концентрируется уже не на дрессировщике, а на этих ножках. И в процессе дрессировки потом уже стул просто ставят на пол, но он всегда находится между львом и дрессировщиком. И лев все время уже смотрит туда, потому что он знает, что в очередной момент пасть может открыться. Вы можете даже дома провести эксперимент. У кого есть дома котенок? Поставьте вот так руку перед котом, и вы увидите, как сразу он вот так вздыбится, шерсть станет дыбом. Это угроза нападения. Когда укротитель держит стул перед мордой льва, тот пытается сосредоточиться на этих трех ножках одновременно. И в результате лев запутывается, не понимая, что делать дальше. И как правило, столкнувшись с множеством вариантов, он предпочитает просто замереть и сидеть на одном месте и ждать указаний дрессировщика. Почему я вам привожу этот пример? Как победить церковь? Сегодня сатана придумал для нас тоже уловку. Одну секунду, я поставлю на них. Как победить сегодня церковь адвентистов седьмого дня? Таким же образом, как укращают лев. Елена Вайт, мы только что читали, сказала, что у нас есть лучшая весть. Это трехангельская весть. Но возможно для кого-то из нас это как ступор, который мешает нам проповедовать. Но Бог хочет сказать для вас это средство с помощью чего вы можете нести проповедь Евангелия. Несите эту весть. Пусть она будет для вас тем моментом, который помогает служить Господу. Иисус является сегодня капитаном того корабля, который терпит бедствие. Земля терпит бедствие. Но Иисус как можно больших людей хочет сегодня спасти. И Он сегодня призывает и говорит Алексей, он обращается сегодня к каждому из вас и задает вопрос, а ты готов мне помочь в спасении людей? Они гибнут, они могут замерзнуть в этой ледяной воде и умереть, не получив спасения, хотя помощь так близко. Готов ли я протянуть сегодня руку для этих погибающих? Хорошая новость. Люди должны услышать благую весть о том, что Иисус рядом. И когда мы верим и доверяем Иисусу, Он покрывает нас Своей праведностью. Он посылает нам Свою безопасность. Вы можете не знать ряд вещей, но если вы знаете, что такое Евангелие, вы будете иметь невероятную уверенность в том, что ваш дом находится под Божьей защитой. Бог пошлет вам массу благословений в вашей жизни. Рассказывайте о том, что Бог сделал для вас в вашем спасении. Сегодня на нас возложена величайшая ответственность. Бог доверяет нам Евангелие. Бог говорит нам «выделяйся». Бог говорит нам «святи». Бог говорит нам «несите благую весть». И мне очень радостно, что очень много молодых людей, что очень много подростков, которые для себя принимают решение следовать за Христом неустанно. Последний текст, который мне бы хотелось зачитать в сегодняшней проповеди, записан в первом послании Петра. 2-я глава и 21-й стих. Иисус Христос обращается к нам с вами и говорит «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». К чему призвал нас Христос? Он говорит, об определенном призвании. Он говорит, что «Я призвал вас, потому что умер за вас, я пострадал за вас, даровав вам спасение, и если вы обретаете это спасение, Он говорит, не молчите об этом спасении. Он говорит, следуйте за Мной по Моим следам». Почему мы называемся следопытами? Потому что мы принимаем решение следовать за Христом по Его следам. И сегодня радостная новость, что в вашей общине несколько человек приняли решение следовать за Христом. Они сказали свое слово. Мы идем за Христом. Они готовы выделяться, они готовы светить, они готовы говорить о Христе. Мне бы хотелось, чтобы сейчас под звуки мелодии наши следопыты могли выйти сюда на нашу сцену для служения, посвящения. Зал я приглашаю встать.